Доброе здоровьи, уважаемые посетители моего канала. Вы знаете, я работаю над своими книгами, дали их сделать в аудиоформате. И мне попадаются примеры 30-летней давности. Если тогда медицина еще была, знаете, такая бесплатно, то теперь, теперь как липку, знаете, как липку обдерут. Читая такие примеры, поражаясь, что люди там начинают лечиться от сосудов, от сердца, от суставов, там головные боли у них, шум в ушах, там бывает, что там и кожу там зудить и так далее, и так далее. Вот они так вот от всего того лечатся, не понимая, что основное это их невежество. Ихнее невежество является семечкой, которое сначала порождает корешок, запоры, а из этого корешка уже идут веточки, идут листочки, ягоды, цветочки в виде сосудов, шум в ушах, сердечные боли, головные боли и прочие-прочие там простуды и так далее, и тому подобное. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы понимали, откуда растут ноги, а потом уже что-то делали. Ну и естественно, уникальные книги, которым до сих пор нету равных целительной силы, вы можете приобрести в аудио формате, либо же став спонсором канала, просто-напросто поставили и слушайте правду матку. Итак, начнем. Вот что мне пишет женщина. В настоящее время меня мучат головные боли, шум в ушах и голове, ужасный, потеря слуха. Запоры уже лет 15. Это так, знаете, концентрация факта. Лет 15. Вот эти вот лет 15 как раз и приводили к тому, что вот это все утрамбовывалось и потихонечку приводило к таким вот заболеваниям, как она говорит, шум в ушах ужасных и потеря слуха. Значит, по поводу запоров я стеснялась обращаться к врачам. Ну, мол, запоры, ну что там, ну что там-то-да. Так, я бросила пить все таблетки. Естественно, от шума в ушах, от потери слуха ей, она пошла, говорит, вот так, вот так. А врачи, ну все, будем лечить, вот тебе таблеточки. Значит, я бросила пить все таблетки, начала пить свою урину с 5 до 6 часов натощак, закапывать упаренную урину в нос, уши. Через 2 недели из носа и рта полилась слизь с густки гноя. Все это шло у меня 2,5-3 дня. То есть, настолько, настолько все это спрессуется. Как правило, вот эти вот все таблеточные шлаки, вот это все, что не выводится от запоров, оно как-то, как-то прессуется. Сначала это как в виде слизи. Вот эта слизь, как холодец. Вот сначала холодец очень жидкий. Потихонечку он прессуется, прессуется, буквально-таки, можно сказать, в плитку, где угодно там, в области там гайморовых пазух, где-то там в организме и так далее, тому подобное. А потом, когда, после 2 недель применения урины, она это все растворила, и вот этот вот холодец из такой, знаете, вот корочки, называется эта вся эта корочка как-то, конгломерат как-то называется, вот, она начинает разбухать, и получается, что из такой вот корочки, манюсенькой, из горошинку, получается четверть слизи из густки гноя. Я думала, что это будет конца и край, беспрерывно идет, и идет слизь из носа. 15 лет запора, и 3 дня вот это вот, началось это выделение. Там еще, это только начало, я по своему опыту знаю. Вот, 15 лет человек утрамбовал вот эту, всю это дерьмо, которое должно было выводиться через прямую кишку, оно, запор, что это такое? У вас осталось кишечное содержимое в ампуле прямой кишки, все это дело, раз оно не выходит, оно всасывается в толстом кишечнике, и начинает выделяться там через кожу, через легкие и так далее, и тому подобное. Да, и плюс откладывается везде, где можно, знаете, вот везде складируется, как пыль в комнате, вот она везде, здесь вроде бы дорожка есть, мы ходим, а тут, посмотрите, ё-моё, всю пыли, так и у нас организм весь в пылюке. Итак, далее. Муж говорит, может и простыла, ну, когда не понимают, вот такие вот вещи говорят, ну, похожи, что мне делать дальше, клизмы, вопрос, приобретать мою книгу, и там все рассказано, как и что делать, диагноз врачи, а теперь давайте к диагнозу врачи, смотрите, к чему привели 15-летней давности запоры, и что просто-напросто констатировали врачи. Стеноз слуховых артерий, ишемия сосудов головы, бесконечные головные боли, головокружение, неустойчивость при ходьбе, качает то влево, то вправо. Боже мой, что мне только за это время не делали врачи здесь, в городе? А врачи тоже, а что ж они не как-то, или как бы сказать, обратились, вот знаете, вот у меня тут грубо говоря, вот это вот, и начинаем мы тебе вот это сосуды твои там лечить, там, шум в ушах лечить и так далее, не спрашивая, а как вы ходите в туалет? Ну что это такое? Что это такое? Ну и далее, далее, вы знаете, как бы сказать, идет это. А что ж ты сама не подумала, что мне только в это не делали здесь врачи в городе? Да потому что ты допустила все это над собой организм, запустила его, зашлаковала его, и потом принесла его, знаете, к врачам, вот, нафиг, вот это дерьмо, и разребайте его, я хочу быть здоровым, это в городе. В Москве я лежала в отделении сосудочной хирургии в институте имени Бахулева. Ну и что, а что они вот-вот-вот-вот не могли? Опять-таки, ну мы должны диагностировать не то, что случилось в организме, сосуды там, тара-та-та-та-та-та-та, мы должны диагностировать, как он работает, как работает организм, но не то, что осталось после вот этой работы поврежденной. Вот что влажное. И если бы мы понимали, что это происходит вот от того-то, того-то, да мы бы вот это убрали первопричину, и все дальше рассеялось, как само. А тут, а тут, в институте имени Бахулева, ну понимаете, вот, 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 выводите, делайте сами, я не хочу как-то кого-то оскорблять, ну просто делайте сами, какие специалисты в институтах находятся, с ромкими именами и прочее, и прочее, и я вот тут сижу, а сколько я приняла лекарств и принимаю до сих пор, все вины исколоты, постоянные капельницы, внутривенные уколы и так далее. Вот что делает невежество, глупость, незнание работы своего собственного организма. И вот так вот собственную жизнь и здоровье мы превращаем, живя самотеком, в пух и прах. И потом, потом удивляемся, почему у нас головные боли, почему нас качает, почему у нас там шум в ушах. А самое главное, мне сказали, что я должна примириться со своим состоянием. Ну если вы ничего не делаете, если вы ничего не делаете, а что вам тогда говорят? А вот тогда и говорят, запоры-то у вас продолжаются. Лечим сосуды, а запоры туда все равно, в эти сосуды. Почему сосуды портятся? Да потому что по ним дерьмо течет, дерьмо течет от запоров. И сколько их не лечит, они все время будут у вас больные. Что я должна примириться со своим состоянием? Потому что ничего нельзя сделать с сосудами, чтобы был не временный эффект, а постоянный. Избавьтесь от запоров, тетечка. Избавьтесь от них. Но после вашей книги я поверил в положительный результат, как мне продолжить дальше. А вот продолжить дальше, тут все это описано, как, что и что. Вы можете книги заказать мои, я уже об этом говорил. Можете самостоятельно заходить у библиотеку мою, которую я бесплатно выложил, читать. А можете слушать, можете стать спонсором канала и подписываться. И чтобы вы понимали какую-то разницу между вот такими вот институтами, с такими именами. И просто-напросто человеком, который как-то по-другому взглянул на вопросы здоровья и болезней. И подошел к этому легко, просто, понятно, эффективно, в конце концов. И чтобы вам не говорили, что вы должны примениться со своим состоянием, потому что с вами ничего нельзя сделать. С вами ничего нельзя сделать. Но вы-то с собой можете сделать очень и очень многое. И вот это. Продолжение следует. С вами.